Поездки на велосипеде Проделана большая работа по созданию современной инфраструктуры. Как для профессионалов, так и для любителей велоспорта. В нашей стране регулярно проводятся праздники и велопарады. А высокие достижения белорусских велосипедистов только мотивируют любителей. Сейчас нас будем говорить, что один из топовых спортсменов, это гонщик велосипедного клуба Минск, Женя Королёв, Евгений Королёв. Например, он пришёл в клуб и неприятно, он принёс столько побед, плюс двукратный чемпион мира. По многим направлениям нам не стыдно за проделанную работу. С другой стороны, конечно, как и глава государства говорит, что там есть только одна медаль, это золотая медаль на Олимпиаде. Здесь мы прекрасно понимаем одно, что надо работать. Важно в том, что есть очень неплохая, перспективная молодёжь. Причём она в разных возрастах. Велодром Минск-Арены. После полуденное время. Юноши и девушки в полной готовности перед началом тренировки. Защитные экипировки и на велосипедах. Внимательно слушают план тренера на предстоящие занятия на улице. В лесу будем на технику преодолевать спуски, подъёмы. Вот, пять-шесть кружочков. И возвращаемся назад. Дополнительно преподаватель напоминает об основах безопасной езды, сделав акцент на переезд наземных пешеходных переходов только при зелёном сигнале светофора. Всё, поехали. Выезжаем к точке за велосипедистами на автомобиле, которая располагается недалеко от велодрома. Приближаясь к пункту назначения, видим группу юных гонщиков, ожидающих следующие задания тренера. Все готовы? Всё ровненько поехали. В парах со сменой 10 километров. Велосипедный спорт начинается с маутинбайка, или в переводе с английского – горного велосипеда. Учиться кататься на нём можно с четырёх лет. Набор в группы Минского городского центра Олимпийского резерва по велосипедным видам спорта осуществляется с десяти лет. Конечно же, сразу на шоссе они не выезжают. Ну вот мы выбрали это колечко, оно у нас в основном для групп начальной подготовки очень хорошо подходит. Тут безопасно, тут хорошее ровное покрытие, потому что на велодорожке сейчас очень тяжело кататься. Много людей ходит, с колясками ходит. На занятии представлены три группы. Две специализируются на маутинбайках и одна на шоссейных велосипедах. У каждой есть свой тренер. Возраст спортсменов – 14-15 лет. Есть несколько человек и помладше. Парни с удовольствием гоняют по кольцу, не жалея сил. Виден задор в их глазах. Девочкам же тяжеловато долго держать их темп. Добираем детей. На сегодняшний день дети 11-12 лет, но велоспорт в последнее время сильно омолодился, поэтому набор можно и раньше чуть-чуть осуществлять. Здесь можно… У нас же в секции проводится набор не только… Есть группы МТБ, шоссе, трек и также еще есть БМХ. И БМХ набирают 6 лет. Можно сразу, чтобы была преемственность привезти на БМХ ребенка, заниматься, чтобы он там тоже овладел техникой велосипедовладения, а потом уже более дальше его там на шоссе отправлять, когда он уже немножко окрепнее подрастет. В последнее время с набором есть определенные проблемы и проблема такого характера, что дети не совсем здоровые. То есть как-то такая в последнее время тенденция идет, что очень много детей с сопутствующими заболеваниями. Они вроде еще в таком юном возрасте, а у них уже там поголовное зрение плохое, сколиоз. То есть это прям проблема. И когда их начинаешь набирать, они просто не могут пройти медосмотр в резервном диспансере. Спортивных классов сугубо для велоспортсменов на данный момент нет. Пока что не набирается такое количество детей одного возраста. Некоторые же учатся в смешанных классах по разным видам спорта. В этом году активно предлагали детей набрать спортивные классы, но здесь есть проблема. Дети, к сожалению, город у нас довольно большой и не очень удобно. Я считаю, что это не совсем правильно. Если ребенок будет ездить в спортивный класс, на дорогу будет тратить полтора часа, потом добираться до секции еще какой-то час, то у него в день получится пять часов, он только ездит. Если бы были училища, допустим, в Суприканское, когда дети там живут, то это было бы гораздо лучше. У тебя спортивные классы тоже, если они по месту жительства, организовываются, то это тоже хорошее подспорье. Маунтинбайк – это езда на горном велосипеде по бездорожью и горным массивам. Единственная дисциплина данного вида спорта – кросс-кантри, включена в программу Олимпийских игр. В нашей стране маунтинбайк появился достаточно недавно. В Беларуси есть только одна официальная трасса для него. Она располагается в Гродно. Поэтому тренируются наши спортсмены в парках и лесах. Здесь, возле Заславского водохранилища, можно найти препятствия для этого весьма экстремального вида спорта. Атлеты преодолевают резкие спуски и подъемы, корни деревьев и даже небольшие трамплины. Безусловно, прежде чем юные гонщики начали справляться с такими преградами, они прошли подготовку с низким уровнем сложности и постепенно его повышали, как делают это и сейчас. На МТБ мне на самом деле больше всего понравилось ездить. Это довольно интересно, классно. То есть, когда проезжаешь всякие интересные элементы, ты отрабатываешь их, у тебя получается. Это довольно классно, то есть, довольно интересно. В основном я так и не падал, никаких травм не получал, ну, может, потому что опыт нужен. Я проезжаю все, что мне говорит тренер, все, что он какие-то задания дает, я их проезжаю. Для меня это особой трудности не представляет. Когда, например, подъезжаешь к трамплину, ты смотришь вниз, ну, то есть немного страшно. Но уже когда ты набираешь, например, скорость, то есть ты уже прыгаешь, то не так страшно, когда ты уже прыгнул, то и все получилось. Как будет, так будет. Просто, ну, если не попробуешь, не узнаешь. Как бы в любом случае надо попробовать сделать. Даже если страшно, то лучше всего попробовать. Кросс-кантри – это спортивная дисциплина. Гонка на время по пересеченной местности со спусками, затяжными подъемами, скоростными и техническими участками протяженностью 5-8 километров с определенным количеством кругов. В зависимости от возраста и полуатлета. Трасса включает в себя как естественные, так и искусственные препятствия. Также есть разновидности этой дисциплины. Классическая гонка, марафон, гонка на выбывание и шорт-трек. Самое страшное – в Гродно трамплин, в коробочке. Падений там не было, но рассказывали, что там и старшие мужчины падали, и вот у нас тоже в дисциплине нашей падали девочки. Чаще всего препятствия начинают проходить во время гонки уже, когда понимают, что если я его не пройду, то могу потерять место. А так мы приезжаем на сборах, там тренируемся, стараюсь как можно больше всего выучить и научиться ездить. Когда в коробочке я приехала первая, очень боялась, что меня кто-то догонит. Поэтому было, наверное, в голове думала, что вот надо ехать быстрее, чтобы никто не догнал. И потом очень радовалась, когда поняла, что я приехала в большом отрыве от остальных девочек. Ну, после того, как что-то получается, наверное, радостно. Велосипедные виды спорта связаны между собой. Атлетам, специализирующимся на шоссе, нужен горник в осенне-зимний период, чтобы иметь хорошую реакцию. И наоборот, те, кто на горниках, им стоит заниматься на шоссе, чтобы тренироваться дольше. Ведь всех сил не хватит только на преодоление препятствий. Зимой тренировки проходят на треке, в тренажерном зале и бассейне. Велоспорт – это не только занятие велосипедом. То есть должна быть очень хорошая физическая подготовка, чтобы потом такие нагрузки выдерживать. Поэтому он очень многогранен и разнообразен. И тренируемся и на улице, и в помещении, и на треке. Но без другого не может быть. То есть оно все надо в равных долях. А уже потом, когда дети подрастают, специализацию им определяешь конкретно. Потому что есть там кто-то имеет больше спринтерскую направленность, кто-то к темповым дисциплинам больше предрасположен. Соответственно, тоже потом их направляешь дальше. Ну, это спорт достаточно трудный. Там надо много терпения, надо быть очень внимательным, особенно на групповых гонках, где тортует много человек. Чтобы не упустить каких-то других, более сильных спортсменов. А также он еще... Надо быть тоже очень внимательным, чтобы не упасть. Особенно на шоссе тоже. Так как могут ямы какие-то объезжать и не показывать, особенно на гонках. Поэтому надо тоже быть внимательным. Мне больше всего нравится шоссе, но получается больше на МТБ. И там тоже нравятся некоторые препятствия. Люблю разделку ездить. Это мы... Ну, на время ездим. Вот. И группу приедет. Любые травмы, которые я получала, они делают меня сильнее. Если что-то даже не получается, я все равно стараюсь это добиться того, что получилось. Вероника Васильевна и Виктор Николаевич в велоспорте с раннего возраста. Тренерской деятельностью занимаются уже более 15 лет. За это время им удалось подготовить мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, победителей республиканских соревнований, участников чемпионатов Европы и мира. Велоспорт – это такой вид спорта для сильных духом людей, потому что зачастую приходится сталкиваться с такими вещами, надо постоянно преодолевать себя. То есть надо уметь работать над собой, потому что бывает и в плохую погоду ездят, и в жаркую погоду ездят, и в соревнованиях выступают. Это постоянная борьба с собой, как бы, то есть мотивация должна быть очень сильная, как бы. То есть, ну, он очень эмоциональный вид спорта, то есть здесь всегда есть борьба, как бы, дух борьбы он всегда захватывает. И, то есть, ну, а в целом велоспорт, то есть, любовь к велосипеду, она такая, что велоспортом можно заниматься в любом возрасте. До возникновения суверенной Беларуси наши спортсмены довольно-таки часто становились победителями и призерами чемпионатов мира по велоспорту. Легендами же белорусского спорта того времени являются Владимир Каминский и Олег Логвин, ставшие олимпийскими чемпионами. Общественное объединение Белорусской Федерации Велосипедного Спорта начало свою деятельность в 1992 году. Его основная цель – популяризация и развитие велосипедного спорта и движения в нашей стране. На протяжении этого времени самыми яркими звездами стали бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Целинская и чемпионка мира, победительница многодневной велогонки «Большая петля» Зинаида Стогурская. Торжественная церемония открытия единственного велодрома Беларуси многофункционального спортивного комплекса «Минск-Арены» состоялась в конце 2008 года. В 2009-м там был создан Минский городской центр Олимпийского резерва по велосипедным видам спорта. В настоящее время в учреждении одно отделение, в котором руководство, тренеры и специалисты развивают такие направления, как трек, шоссе, БМХ и МТБ. На данный момент в нем числятся 236 спортсменов. В октябре планируется отбор детей и зачисление еще 109 спортсменов, учащихся, группы начальной подготовки. Наш центр имеет хорошие условия для учебно-тренировочных занятий. Наши базы расположены в разных районах города Минска. Занятия у нас проходят на Седово-7, также на Голодедо-7-2, на Кабушске-86А, на проспекте Победителей-111, то есть на Минской арене. Наши спортсмены на сегодняшний день обеспечены всем необходимым велосипедами, как и для маутинбайка, для трека, для шоссе. То есть каждый спортсмен у нас обеспечен велосипедом, и занятия у нас проходят бесплатно. Более 200 небюджетных велосипедов представлены в центре и распределены между группами по разным направлениям. Механики учреждения после каждой тренировки тщательно их перепроверяют на наличие поломок. Велосипед бывает, ну, грубо говоря, могу назвать три категории. Основные такие. Велосипед на жесткой раме, в которой выглядит вот жесткая рама и жесткая вилка. Потом бывает жесткая рама, амортизационная вилка и двухподвес. Это амортизационная вилка и сзади амортизатор стоит. Разберем велосипед тогда на жесткой раме. Используется в основном на дорогах. Потому что там жесткая вилка, не дает амортизации. На хорошем велосипеде класса, ну, карбоновом, можно развивать больше 50 километров. Также есть и трековый велосипед. На нем практически больше 60 можно разгонять. Отличие трекового велосипеда, во-первых, без тормозов, одна цепная передача. И нет сопротивления такого ветра, как на шоссе. И заняется быстрее. Чинить приходится их часто. Так как у нас детей много, и разные группы, каждый день есть работа. Поедут на тренировку, все, ну, это же дети есть дети. На всех базах центра есть места для хранения велосипедов, раздевалки для подготовки к учебно-тренировочным занятиям, велотренажеры, тренажеры для силовых нагрузок. Тренировки проходят благоприятные погодные условия на шоссе, либо на пересеченной местности, если на маутинбайках. Задача центра – оздоровление детей. Ежегодная подготовка резерва для передачи в высшее звено. Мы в год передаем где-то от 4 до 5 таких спортсменов. Также у нас в национальную сборную. Это одна из задач у нас, чтобы наши спортсмены выбирались в национальную сборную. На сегодняшний день у нас таких 38 спортсменов. Учащихся и спортсменов-воспитанников, в общем, это 38 спортсменов. В 2013 году по инициативе Федерации был создан первый в Беларуси профессиональный велосипедный клуб «Минск», среди главных задач которого возрождение славных традиций белорусского велосипедного спорта, а также создание дополнительных условий для успешного выступления гонщиков национальной сборной. На данный момент в клубе 8 профессиональных команд по различным направлениям от мала до велика. Проделан за эти годы достаточно большой путь, я считаю. Мы берем только спортивную часть. Дело в том, что у нас же, помимо всего прочего, мы проводим ряд крупных мероприятий. Гран-при Минска, Кубок Минска на треке и на шоссе. Если вспомнить 2019 год европейские игры, я скажу так, что клуб, наверное, громадную работу провел, потому что именно велосипедная программа европейских игр прошла на достаточно высоком уровне и неплохие результаты в том числе показали, и наши спортсмены выигрывали европейские игры. Поэтому вторая часть – это проведение спортивных мероприятий. По статистическим данным, в республике около 3000 человек занимаются профессиональным велосипедным спортом. На них приходится около 200 тренеров. Если сравнивать, что было тогда, то же самое белорусский велосипедный спорт, вот в этом году на федерации отмечают 30-летие. Но до этого же был период, советский период развития белорусского велосипедного спорта. Там были тоже очень звездные имена, олимпийские чемпионы. Если, конечно, сравнить вот это все вместе, то понятно, тогда это было более масштабно, более-более звездно. Но, тем не менее, я скажу так, что, да, мы потеряли в топовости, я имею в виду гонщики уровня, там, Василия Кириенко, там, Натальи Целинской. Естественно, сейчас таких гонщиков у нас как бы нет. Но мы сумели сохранить свое присутствие, медальное присутствие, на всех топовых мероприятиях. Это чемпионаты мира, это в различных дисциплинах, на шоссе, на треке. В списке основного состава национальной команды находится 18 спортсменов. Среди них есть те, кто выступают на треке, на шоссе и МТБ. В ближайшее время планируется ввести в состав гонщика, показывающего достойные результаты в BMX. Филоспорт жил и будет жить. Только как надо. Нам бы очень хотелось, и мы прикладываем все усилия, чтобы он развивался. И первое, что я говорю, может, мы не все можем профинансировать, но, в всяком случае, любую инициативу мы готовы поддержать. И вот это самое главное. Потому что без этого сказать, что финансировать и направления BMX, и МТБ, но если трек и шоссе более-менее финансируются, то вот эти направления немножко послабее финансируются. Поэтому мы там 2-3 соревнования для них проводим. И, естественно, жизнь там должна идти тоже. Сегодня мы на тренировке отрабатываем с вами совершенствование частоты педалирования, и плюс силовая работа, работаем с резинками. Тренажерный зал у нас будет 16-го числа. Сегодня мы пока будем только работать с резиночками. Все, растяжку мы с вами уже сделали. И сейчас сразу давайте садимся на станок. Людмила Петровна 42 года тренирует атлетов по велосипедному спорту. За это время она подготовила призера первенства Европы среди молодежи до 23 лет – Ксению Тугай. Мастеров спорта международного класса – большое количество мастеров и кандидатов в мастера спорта. Группа была создана 7 лет назад. Это группа «Спринт». Сначала мы начали с новичков, с набора новичков. И начали в основном развивать женский спорт. Но потом к нам пришли несколько мальчиков, которые хотели очень заниматься спринтом, поэтому мы взяли. А вообще у нас группа женская. В секцию зачисляют всех детей. И даже если нет высоких достижений, их не отчисляют. Главное – желание тренироваться. Через пару лет занятий после набора можно определить, на что ориентирован спортсмен. В зависимости от типа мышц и их строения. Весь трековый велоспорт делится на большие категории – спринтерские и темповые гонки. От этого зависит их дальнейший тренировочный процесс. Мы в основном, когда деток набираем, то есть мы очень много внимания уделяем технике езды на велосипеде. Это фигурная езда, восьмерки, езда, держась за руль одной рукой, двумя руками. И в основном учим их ездить на велосипеде по велодорожке. Вот в конце первого года или в начале второго года уже начинаем выезжать на шоссе, то есть проводим шоссейную подготовку. Конкретно к спринту мы их не относим. Понятное дело, что мы только проводим эти тренировки с учетом, конечно, спринта, то есть прыжковая работа, то есть работаем на взрыв. Диана до 10 лет не была связана со спортом. Ходила только на творческие кружки. Привела в секцию ее мама. Никто и не думал, что велоспорт настолько увлечет девушку. И вот уже как 9 лет она постоянно в движении. Я помню, что у нас была первое время достаточно большая группа детей. Я была вместе со своим другом. Он был моим одноклассником. Мы занимались вместе первое время. Мы пришли в сентябре, было довольно тепло. Мы часто катались на улице, учились этим странным, таким необычным для нас тогда еще велосипедом. Вот, запомнилась, что всегда была хорошая погода первое время. Потом запомнилась такой момент, когда меня первой перевели в старшую группу. И как с такой небольшой зависти на меня ребята смотрели. Я собой гордилась. Чисто для меня эмоционально. Это адреналин, это драйв, это очень классно. Огромные скорости. Это меня очень сильно привлекает. Велосипедные станки – это стационарные устройства, которые позволяют переоборудовать свой велосипед в велотренажер, имитирующий дорожные движения. Таким образом, во время холодной погоды в помещении можно разминаться и тренироваться на них. Они используются для такой скоростной силовой подготовки, когда возможности выезжать на шоссе, например, уже нет. И работать все-таки нужно, потому что погодные условия бывают разные, и виды работы бывают разные. То, что иногда невозможно отработать на дороге по причине ветра, большого потока машин, можно отработать здесь. Но в основном, например, шоссейный скорость используется для зимней подготовки, потому что у ребят бывают международные старты круглогодичные, готовиться к ним как-то нужно. На нем достаточно долго времени можно привести, может, немножко даже больше, чем на шоссе. Черный станок, он предназначен для шоссейной имитации. Он работает от телефона, и подключая его, можно регулировать нагрузку, имитируя прям горный подъем. То есть там процентное соотношение, как мы по дороге едем, есть знаки процентного подъема. Также и на этом станке можно имитировать и спуски, и подъемы. На полотно трека спортсмены выехали в первый раз после длительного перерыва. Их последние соревнования завершились в середине августа. В период после гонщики делали ОФП, работали на станках и выезжали на шоссе. Я думаю, у каждого есть спортсмены и взлеты, и падения. У каждого это по-разному. Но я не скажу, что у меня было много падений. В основном, так как все получается, так почему бы не двигаться дальше. А насчет травм тоже зависит от спортсмена, как он будет выступать, как он будет тренироваться. Потому что на треке, конечно, это травмоопасный вид спорта. Ну, что же я говорю, все зависит от спортсмена, как он будет себя вести. В спортивной карьере, ну, конечно, хочется добиться высоких результатов. Ну, то, что я чемпион республики, это уже хорошо. Но хочется и участия, и хорошее выступление на чемпионатах мира и на чемпионатах Европы. Насчет тренерской карьеры хочется, наверное, развивать велоспорт. Хочется, чтобы о нем все знали, чтобы на соревнованиях люди приходили и смотрели этот вид спорта. Спортсмены тренируются шесть раз в неделю по четыре часа. Им от 12 до 19 лет. Тренеры находят индивидуальный подход к каждому. Это технический спорт, он сам по себе тяжелый, но он очень увлекательный. То есть езда на велосипеде сам по себе очень интересная. Спринт мне нравится, потому что скорость, интересно, что и быстро. То есть в этом главное, да. Я поделал довольно-таки большую работу, я считаю. Я физически гораздо сильнее стал и, в принципе, даже умственнее стал. То есть гораздо умнее и сообразительнее. В велоспорте надо все время думать, смотреть, например, за соперниками. То есть надо быстро думать. Тем более у нас в направлении спринта надо еще быстрее думать, чем в других же темпе. На велосипедах зафиксированы GPS-компьютеры, которые показывают пульс, скорость, расстояние и прочее. Вся эта информация автоматически сохраняется в телефон спортсмена, что позволяет не вести спортивный дневник. Мне нравится в этом спорте, что я прихожу и я наслаждаюсь той работой, которую я выполняю. Мне нравится ездить на велосипеде, мне нравится работать со штангой. Мне это все очень нравится и я реально кайфую от этого. Хочу стать чемпионом мира и чемпионом Европы. Ну и выиграть, конечно же, олимпиаду. Для этого, конечно же, нужно много работать, ну и прежде всего терпение иметь. Группу тренируют два преподавателя. За это время они воспитали с нуля трех мастеров спорта. Кандидатов в мастера спорта – участницу чемпионата мира, победителей и призеров Беларуси, а также международных соревнований. Знаете, когда не тренируешься неделю-две, начинается ломка. Уже хочется сюда вернуться. Такое ощущение, знаете, ну вот тяжело, просто тяжело без этого. Уже привык за столько лет и нравится это все. Это работа моя.